Бабушка жила в небольшой деревеньке. Родных у неё не было, соседей тоже, ведь во всей деревне остался лишь десяток человек. Жизнь у бабушки была непростой, зимой дом нужно было отапливать дровами. Всё лето пенсионерка ходила в лес и собирала хворост, чтобы не мерзнуть зимой. Эта удивительная история произошла в небольшой деревне, расположенной на севере Сибири. На самой окраине жила одна одинокая старушка, потерявшая всех своих близких. Как-то раз мимо её дома проходили двое охотников, которые решили оставить бабуле необычный сюрприз. За несколько часов до этого мужчины находились в лесу, где обнаружили там трёх маленьких одиноких волчат. Поблизости волчицы не было, и они решили забрать к себе на участок поволчонку, чтобы воспитать из них охранников. Третье животное взять было некому, но и оставлять его одного в лесу охотники не хотели. Тогда они просто подкинули малыша к первому попавшемуся дому в деревне, так как оказалась именно в нём и жила одинокая старушка. Пожилая женщина, выйдя на улицу, увидела на своём крыльце маленькое животное. У неё было плохое зрение, поэтому у неё не возникало сомнений, что это был щенок обычной дворняжки. Ей стала жаль брошенного питомца, и она стала его подкармливать. Дома женщина принялась ухаживать за животным, перевязала ему лапку и вдоволь накормила. Так маленький волчонок и стал жить с бабушкой. Он оказался игривым, весёлым и смышлёным, и даже отзывался на кличку Миша, которую ему дала женщина. Шло время бабушке, было очень сложно прокармливать взрослеющее хищное животное, ведь еды ему требовалось много. Несмотря на это, у неё всё же получилось вырастить большого и здорового питомца. Волк вырос очень добрым по отношению к хозяйке, но с тем же оставался и прекрасным охранником своего дома. Летом он жил в саду и спокойно гулял на воздухе, а зимой старушка частенько забирала его к себе в дом. Прожили они так вместе целый год. Однажды по деревне прошёл слух о том, что в округе скитаются беглецы из тюрьмы. И вот однажды поздним зимним вечером в дверь бабушкиного дома кто-то постучался. Она подумала, что это соседи, и открыла дверь, но там как раз находились сбежавшие преступники. Злоумышленники вломились в дом, предвкушая лёгкую добычу. Каким же было их удивление, когда, зайдя внутрь, они увидели большое дикое животное, которое наглядно продемонстрировало настоящий волчий оскал. Волк бросился на нежданных гостей, чтобы отогнать их и спасти свою любимую хозяйку. Животное прогнало грабителей, но, к сожалению, один из них успел повредить ему лапу. На шум прибежали местные жители, которые помогли старушке прийти в себя. К счастью, медицинская помощь ей не понадобилась. По вызову также прибыл местный ветеринар, который обработал рану хищного питомца. Уже вечером пойманные полицией преступники признавали, что даже не помнят, как выскочили из дома. Спустя месяц зверь поправился, но с того времени стал более осторожно относиться к людям и ещё больше беречь свою пожилую хозяйку. Как видите, животные тоже умеют платить добром за добро, и это трогательная история лишь тому доказательство. Волк — это хищное животное из класса млекопитающих. Множественные исследования показывают, что это предок собаки. Совсем недавно их можно было встретить в разных местах нашей планеты в Евразии, Америке. Типичный представитель вида ведёт стайный образ жизни. В экосистеме играет важнейшую роль. К примеру, в тундре, степях, стая уничтожает больных животных, обновляя природный генофонд. Внешний вид волка, внешность волка может различаться. На это влияет климат, где живёт зверь, и то, чем он питается. Волк считается одним из самых крупных представителей семейства. Обитатели тех или иных природных зон адаптировались к условиям окружающей среды. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдёте ещё много интересного. До новых встреч! ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!